Солдаткин Василий Сергеевич Целью лекции является познакомить Вас с основными понятиями в светотехнике оптоэлектроники и основными закономерностями влияния оптического излучения на биологические объекты, такие как растения, микроорганизмы, насекомые, животные и человек. Актуальность данной темы обусловлена доступностью на рынке светодиодов, с помощью которых можно формировать любой оптический спектр излучения и проектировать осветительные и облучательные устройства для различных областей применения. Данные достижения в полупроводниковой светотехнике открывают большие возможности для междисциплинарных исследований в оптической технике и биологии, не только для научного сообщества, но и для студентов и школьников. Примером этому служит широкое распространение облучательных установок для растений, с помощью которых каждый может подобрать оптимальные режимы для выращивания рассады в домашних условиях. Свет – это электромагнитное излучение в оптическом диапазоне длин волн от 380 нанометров до 780 нанометров. Именно в этом диапазоне человеческий глаз воспринимает оптическое излучение и может различать цвета и оттенки. С одной стороны от диапазона видимого излучения расположено ультрафиолетовое излучение от 380 до 10 нанометров, с другой стороны расположено инфракрасное излучение от 780 нанометров до 1 миллиметра. Свет влияет не только на человека, но и на окружающую его среду. Существуют естественные и искусственные источники света. К естественным источникам света относятся солнце, звезды, космические объекты, некоторые живые организмы и молния. Классификация искусственных источников света по назначению приведена на слайде 2. Искусственные источники света бывают тепловые, например, лампы накаливания, газоразрядные лампы низкого давления, например, люминесцентные лампы, разрядные лампы, например, ртутные, металлогалогенные и натриевые лампы, а также светодиодные источники света. На слайде показан спектр излучения солнца на уровне моря. Ниже показан рисунок, на котором видно, как изменяется спектр солнца в течение светового дня. Цветовая температура – это такая температура черного тела, при которой его энергетическая светимость равна энергетической светимости данного источника. Способность источника излучения передавать все цвета освещаемого объекта определяется его индексом цветопередачи. На рисунке приведена цветовая температура и соответствующий источник света. Существуют энергетические и световые единицы измерения. Переход от энергетических единиц измерения к световым осуществляется через фотопическую функцию человеческого глаза. Она приведена на слайде. Пересчет осуществляется по формуле, где F – световой поток в люминах, K – уровень спектральной световой чувствительности для данной длины волны излучения. Световая отдача светодиода является основной характеристикой эффективности светодиода. Это отношение излучаемого светового потока к затраченной электрической энергией. Формула приведена на слайде. На слайде приведена диаграмма Международной комиссии по освещению, где оси Х и У являются цветовыми координатами. На диаграмме расположена кривая планка, по которой определяется цветовая температура источников света. Соответствие значений цветовой температуры значением цветовых координат приведено на слайде. Но среднестатистический наблюдатель не может так четко определять цвета, поэтому по результатам ряда исследований установлены эллипсы Макадама, в рамках которых человек видит один и тот же цвет. Инфракрасное излучение – это электромагнитное излучение с длинными волн в диапазоне от 740 нанометров до 1 мм. С одной стороны от инфракрасного излучения расположен диапазон видимого светового излучения, с другой стороны радиоволновое с длинными волн от 1 мм до 100 км. Инфракрасное излучение используется для нагрева помещений. Инфракрасное излучение нагревает поверхности в помещении, которые затем нагревают окружающий их воздух. ИК-обогреватели получили широкое применение в аграрных хозяйствах, теплицах и т.д. Известны работы моего научного руководителя профессора Анатолия Александровича Вильсова по созданию устройства для световой терапии ГЕСКО, которое в настоящее время выпускается АОНИПП. Суть его заключается в том, что инфракрасные диоды и светодиоды красного цвета свечения прогревают человеческий организм на глубину до 5 см и оказывают полезное действие. 2. Излучение красного цвета свечения Это электромагнитное излучение с длинными волн в диапазоне от 620 до 760 нанометров. С одной стороны от излучения красного цвета свечения расположено излучение оранжевого цвета, с другой стороны инфракрасное излучение. 3. Атмосферные явления можно классифицировать по осадкам, которые называются атмосферные аэрозоли. Они бывают естественные и искусственные. К естественным аэрозолям можно отнести дождь, туман, снег, град и пыль. 4. Излучение красного цвета свечения в оптическом диапазоне является длинноволновым, поэтому лучше проходит через атмосферные аэрозоли. В том числе благодаря этому световые ограждения и знаки опасности обозначают источниками света красного цвета свечения. 5. Светофор красного цвета свечения запрещает движение. У автомобилей стоп-сигналы и габаритные фонари красного цвета. На автомобильной дороге красными светоотражателями обозначаются опасность с правой стороны. В водном транспорте красные бакина, буи, вехи и светосигнальные огни красного цвета свечения ограждают опасность судового хода с правой его стороны, то есть примыкают к правому берегу. Светодиоды красного цвета свечения применяются в РЖБ дисплеях и архитектурном освещении. 6. Оранжевый и желтые цвета свечения. Оранжевый цвет свечения находится в оптическом диапазоне электромагнитных волн с длинными от 590 нанометров до 620 нанометров. Желтый от 560 до 590 нанометров. Оранжевый и желтые цвета свечения в основном используются в иллюминации и дисплеях. Желтый используется в светофорах и в автомобильном транспорте для обозначения габаритных огней. Зеленый цвет свечения расположен в оптическом диапазоне электромагнитных волн с длинными от 560 до 500 нанометров. Зеленый цвет свечения применяется в навигации, дисплеях и РЖБ подсветке для архитектурного и интерьерного освещения. Зеленый цвет свечения расположен в оптическом диапазоне электромагнитных волн с длинными от 500 нанометров до 430 нанометров. Зеленый цвет свечения применяется в навигации, например, на аэродроме показывает границы рулезочной дорожки, дисплеях и РЖБ подсветке для архитектурного и интерьерного освещения и т.д. В том числе на основе светодиодов синего цвета свечения изготавливают светодиоды белого цвета свечения. Фиолетовый цвет свечения расположен в оптическом диапазоне электромагнитных волн с длинными от 430 нанометров до 380 нанометров. Фиолетовый цвет свечения применяется для архитектурного и интерьерного освещения и в иллюминации. Ультрафиолетовое излучение расположено в оптическом диапазоне электромагнитных волн с длинными от 10 нанометров до 380 нанометров. Его можно разделить на 4 группы. Ближний 380-300 нанометров, средний от 300 до 200 нанометров, дальний от 200 до 122 нанометров и экстремальный от 121 до 10 нанометров. Ультрафиолетовое излучение применяется для полимеризации материалов в технологических процессах и для дезинфекции. К бактерицидному излучению относится электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона с длинными волн в интервале от 205 нанометров до 315 нанометров. На слайде приведена кривая относительно спектральной бактерицидной эффективности излучения. Белый цвет свечения. Известно, что для того, чтобы человек воспринимал электромагнитное излучение оптического спектра как белый цвет, необходимо задействовать два рецептора человеческого глаза. То есть достаточно смешать излучение синего цвета с желтым. На практике важен не только факт получения белого цвета, но и качество этого цвета. Качественными характеристиками источников белого цвета являются индекс цветопередача, цветовая температура и координаты цветности. В современных светодиодах в большинстве случаев используются кристалл синего цвета свечения и фотолюминофор желтого свечения с полушириной спектра порядка 110 нанометров. Это наиболее эффективный и дешевый метод, так как коэффициент полезного действия фотолюминофора на основе алюма и триограната достигает 90%. Для повышения индекса цветопередачи используют смесь люминофоров. В качестве базового используют люминофор на основе алюма и триограната и добавляют в композицию красный и зеленый люминофоры, например, на основе нитридных соединений и силикатных соединений. Под руководством профессора Василия Ивановича Туева выполнены два проекта по светотехнике, благодаря которым в Томске создано производство светодиодов и светильников на их основе в АОНИПП и светодиодных излучающих элементов и ламп на их основе в ОРУСЛЭД, бывшем Томском электроламповом заводе. Свет для растений. В работе МакКри приведены результаты исследования воздействия излучения в диапазоне длин волн от 350 нм до 750 нм на поглощение СО2 растениями. Исследования проведены на 22 видах растений. Установлено, что для всех видов растений кривая квантового выхода имела два широких максимума с центрами на 620 нм и 440 нм. Полученный в ходе исследования оптимальный спектр излучения источника света для растений приведен на слайде. Известно, что ультрафиолетовое излучение – это естественное воздействие на растения. Процесс выращивания растений в теплицах исключает воздействие ультрафиолетового излучения. А именно, ультрафиолетовое излучение вызывает у растений биосинтез вторичных метаболитов, таких как флавоноиды. Флавоноиды усиливают вкус, питательность и урожайность растений. Существует более 8000 видов флавоноидов. Флавоноиды – это природные фенольные соединения, обладающие одной общей структурной особенностью – фенольное ароматическое кольцо. Флавоноиды – это биологическая защита растений от естественного ультрафиолетового излучения. Влияние ультрафиолетового излучения на микроорганизмы. Бактерии – это одноклеточные микроорганизмы размерами от 10 мкм до 500 мкм. Бывают трех основных форм – шаровидные, палочковидные и извитые. Шаровидные бактерии могут располагаться в питательной среде по одиночке, попарно, в виде цепочек или виноградных гроздей, а также пакетом. Палочковидные бактерии могут располагаться в питательной среде по одиночке, попарно или в цепочке. Извитые бактерии классифицируются по внешнему виду, в виде запятой с несколькими завитками и тонкие извитые палочки Клетка бактерии состоит из оболочки, покрытой слизью Внутри оболочки содержится цитоплазма, отделенная от оболочки клеточной мембраны Цитоплазма – это прозрачная белковая масса, находящаяся в коллоидном состоянии Цитоплазма содержит рибосомы и питательные вещества Рибосомы – это ядерный аппарат с молекулами ДНК Микоплазмы – бактерии без клеточной стенки Для развития и роста микоплазм необходимы вещества, содержащиеся в дрожжах Известен способ идентификации микроорганизмов по их флюоресценции белков Способ идентификации микроорганизмов включает облучение микробной взвеси светом с последующей регистрацией их флюоресценции Микроорганизмы, облученные видимым и ультрафиолетовым излучением в диапазоне от 250 до 600 нм Излучает в оптическом спектре при комнатной температуре в диапазоне от 300 до 800 нм По измеренным данным определяет положение максимума в спектральной характеристике И соотношение интенсивности этой флюоресценции в различных максимумах И по набору этих величин идентифицируют микроорганизмы Ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 400 нм до 320 нм На первом этапе облучение приводит к увеличению частоты движения клеток А затем к нарушению механизмов движения и таксиса Замедляется рост культур за счет удлинения лакфазы Снижается скорость деления клеток И происходит подавление способности бактерий поддерживать развитие фага И угнетается индукция ферментов Ультрафиолетовое излучение приводит к разрушению ДНК и РНК клеток микроорганизмов Что приводит к высокой скорости и эффективности дезинфекции При длинных волн с максимумом 265-275 нм Влияние света на насекомых Известно, что насекомые могут быть переносчиками различных заболеваний Основную угрозу они представляют как источники заражения продуктов питания На складах и торговых точках Что может оказывать влияние на жизнь и здоровье как людей, так и животных Летающие насекомые могут доставлять неудобства как дома, так и на работе Известное явление фототаксиса насекомых Свойства насекомых ориентироваться и двигаться по направлению к источнику света Это положительный фототаксис И в противоположном направлении от источника света Отрицательный фототаксис В настоящее время применяются химические реагенты для борьбы с насекомыми Которые могут оказывать негативное влияние на здоровье людей и животных Но в крупных продовольственных магазинах уже используются инсектицидные облучатели На основе газоразрядных ламп Их можно разделить на три группы по принципу действия Свет лампы приманивает насекомых Перед лампой установлена металлическая сетка с высоким напряжением Которая поражает насекомых при соприкосновении с сеткой Свет лампы приманивает насекомых В конструкции предусмотрен вентилятор Который при приближении насекомых на определенное расстояние Их засасывает и высушивает Свет лампы приманивает насекомых Возле лампы расположены липкие ленты На которые насекомые прилипают Воздействие света на рыб Фотопериодизм это реакция живых организмов на суточный ритм освещенности Продолжительность светового дня и соотношение между темным и светлым временем суток Известно, что наибольшее влияние на рыб оказывает излучение С зеленым, синим и красным спектрами излучения Это связано с наличием в сетчатке пигментов На 455 нанометров, 530 нанометров и 625 нанометров Но для каждого вида рыб характерны свои значения Также известно, что низкая освещенность негативно влияет на развитие личинок и их дальнейшем росте Известно, что увеличение суточного периода освещения Способствует повышению скорости роста больших видов рыб Известно, что масса тела и коэффициент упитности рыб Более высокий при облучении источником света желтого оптического спектра Самые низкие показатели массы и скорости роста при облучении источником света красного оптического спектра Потребление кислорода, потребление пищи и конвертирование пищи выше у рыб При круглосуточном освещении, чем у рыб при отсутствии света При освещении у рыб снижается расход кислорода и прирост единицы массы В условиях искусственного выращивания с регулированием фотопериода Время на превращение пестрятки в смолта снижается Для более быстрого переноса лососевых в морскую воду Воздействие длительных периодов освещения ускоряет половое созревание При достижении необходимых размеров Также световой режим влияет на рост скелетных мышц Скорость роста мальков повышается при освещении от 30 до 800 люкс Дыхание становится интенсивнее, увеличивается потребление кислорода и корма Мальков с переменной освещенностью, с определенной амплитудой увеличиваются темпы роста Расход кислорода снижается и усвоение пищи повышается Воздействие света на животных Как было сказано выше, фотопериодизм оказывает прямое воздействие на жизнедеятельность животных Здесь следует особо отметить положительное действие инфракрасного излучения на животных Оно проникает в подкожные слои ткани и органов и превращается в тепловую энергию Это способствует улучшению кровообращения, активизации биологических процессов и процессов обмена веществ Все это повышает биологические функции организма, оказывает положительное влияние на нервную систему животного Содействует возрастанию сопротивляемости к простудным заболеваниям А в результате способствует сохранности, лучшему росту и развитию молодняка Воздействие света на человека Циркадные ритмы – это суточный 24-часовой цикл всех процессов живого организма Химических, физических, психических Характерные для большинства живых существ, в частности для человека Циркадные ритмы закладываются на генетическом уровне В организме человека есть клетки, обладающие молекулярным часовым механизмом И отвечающие за отдельно взятые органы нашего тела Так, например, клетки печени регулируют выработку ферментов, способствующих усвоению питательных веществ в организме Известно, что освещение оказывает воздействие на зрительные функции, психоэмоциональное и физиологическое состояние наблюдателя Много медико-биологических исследований посвящено влиянию на здоровье людей И особенно подростков и детей Здесь следует отметить, что наименьшую опасность представляют для зрения светодиодные источники света Световой температуры менее 4000 Кельвин Освещение влияет на эмоциональное и психическое состояние человека Так известно, красный цвет повышает давление и бодрость Оранжевый цвет способствует повышению аппетита Желтый цвет снимает усталость и сонливость Цвет радости и хорошего настроения Зеленый цвет снимает стресс, помогает расслабиться Синий и фиолетовый при постоянном освещении воздействуют угнетающе Белый цвет, приближенный к естественному, способствует повышению инициативности и работоспособности В Томске можно выделить три наиболее крупных производителя светотехники Это современные источники света, бывший Томский электроламповый завод Основная продукция – это светодиодные лампочки томича Бактерицидные рециркуляторы Лампы накаливания Тепловые излучатели Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов Основная продукция – светодиодные и светосигнальные лампы Светодиодные светильники, миниатюрные светодиодные лампы и так далее ФИС Техэнерго торговая марка Диора Основная продукция – светодиодные светильники для уличного освещения Для промышленного освещения Для офиса административного освещения Для ЖКХ, для торгового освещения и так далее Также следует отметить, что современные источники света Имеют собственное производство светодиодных излучающих элементов Филаментов для светодиодных лампочек томича А научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов Имеют собственное производство светодиодов для собственных светильников В связи с вышеизложенным, с целью заботы о себе, о своих родных и близких Используйте качественно энергоэффективные источники света Отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации Продукция томских производителей светотехники отвечает данным требованиям Так как указанные организации взаимодействуют с научным сообществом университетов города Благодарю за внимание Продолжение следует...